еще и варваров нашли на своих территориях и конечно же конечно же я бы хотел обратить ваше внимание на то что золото золото растет это хорошо без золотого века растет но важно чтобы она росла еще больше такие цены не хилая вообще на все вещи то есть если хотите хочешь прогрессировать нужно зарабатывать и зарабатывать много и много и на этом не останавливаться что по поводу по поводу скорости развития возможно опять же я так предполагаю но это такие всего лишь догадки о мы можем делать покупки за очки веры интересно но сейчас варваров расстреляем нас первые колесницы подошли жалко не смогли расправиться ладно у нас есть потенциал так этих сюда полководцев ты мог майами кстати продвигаемся да что ли или это юкатан стоп я что-то запутался майами туда нет это майами там штат флорида майами продвигаемся туда юкатан вон внизу там виднеется что что я хочу сказать что я хочу сказать проект вавилоне проект выбрать прошлый проект быстро сделано вообще не быстро как-то делается давайте наверно поставим тоже этот капитал чем дает капитал очки производства перерабатывает в как же но в золото золото вот отсюда у нас прибыль кстати давайте вот так 25 процентов только правда производства золото но все равно пока делать нечего пускай город не простаивает очки веры вы помните денисизма основали и очки веры миссионера можем нанять за очки веры как раз этот чувачок нам сейчас и пригодится или пагоду построить вот чё вопрос кто нам нужен миссионер или пагода культура плюс 2 вера плюс 2 наверное давайте все-таки пагоду построим пускай вера растет от миссионера я не знаю что толку если мы все равно индии уничтожим интересно ли где будет жить если уничтожить государства которым предлежит эта религия мы правда сейчас и узнаем почти скоро узнаем чуть-чуть осталось мы подойдем границам и нападем со всех сторон такс 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 и как раз цивилизация классно нам показывает как это все развивалось то есть все вот эти промыслы рыболовство охота собирательства потом это все время лидерей скотоводство перешло которое более стабильное позволяет получать большие прибыли и все это прогрессировало и прогрессировало однако вот как я хотел предположить она прогрессировала наверняка и до последнего большого ледникового периода к сожалению ледниковый период очевидно прервал планы людей и скорее всего само собой очень сильно подвел их то есть развитие тогда могло бы не прекращаться и может быть вот те тысячи лет который был последний ледниковый период мы бы сейчас были уже совсем на другой стадии развития но климатические условия очень сильно влияли в тот момент поэтому никуда не денешься кстати нулевая рождаемость у нас поставлена на аккаде пускай да да наверное да тут индийских земель хотя бы освоить куда уж еще рождаемости чтобы они не голодали прокормить этих индийских доходяг сюда мы расширились я вот не всегда могу понять насколько расширилась государство стены вроде бы не всегда поспевают за этими расширениями городскими как-то через несколько ходов по ходу дела у нас удачное место нападать особо никто не нападает я не вижу такой реакции агрессивной стены как бы нам и не понадобились может быть стоило бы другое чудо света построить да и вообще мы себя польготно чувствуем единственное что меня конечно же когда мы с индии начали воевать немного испугался я но так на так все окей развитие идет вопрос другого просто может быть это такая расслабляющая ситуация как раз говорит о том что на других континентах все уже летают на самолетах ездят на паровозах а мы тут все еще воюем в каменном веке почти что так ага хорошо нападение идет пока они там нападают мы немного выравниваемся единственная грамотность на 12 месте как-то странно и порывы преврати порывы в сталь и лети мечтой игривый ты за облачную даль да конечно есенин красавчик был просто просто супер стих от стихотворец позволяет создавать мечников с длинными мечами смертоносное подразделение эпохи средневеков а также оружейную с появлением которой войска станут быстрее набирать опыт хорошо это хорошо длинные мечи это пригодится так лагерь лагерь варварский там тоже уничтожить все эти лагеря не стоит простаивать уничтожать их они плодят и плодят же варваров постоянно делают и делают и клепают так что эта проблема никуда от нас не уходит тоже нужно и заниматься уделять внимание и тоже нужно рассчитывать на то что так легко это все не завершится так добьем надеюсь добьем большие сомнения по поводу этих колесничек нет добили теперь осталось только захватить есть 16 золота мелочь конечно же ну приятная зато лагерь мы раздолбали теперь вот туда продвинулись что я хочу подчеркнуть по поводу развития то есть вот ледниковый период он скорее всего помешало развиться в определенный момент скорее всего он похоронил под собой множество артефактов попыток по крайней первых взлетов человечества первых попыток развиться и тем не менее сразу же после ледникового периода мы находим очень развитые свидетельства довольно таки развитых цивилизаций то есть буквально там стены перехода я уже не помню честно говоря датируется не седьмым тысячелетиям до нашей эры или десятым тысячелетиям до нашей эры я помню вот эти вот армянские какие-то есть памятки там который одиннадцатим тысячелетиям датируются еще какие-то ну в общем вот туда к десяти тысячи годам до нашей эры мы уже получаем какие-то свидетельства развития да я веду к морю то есть продолжаю свою океаническую эпопею попытаюсь там где-то заделать городок новый и оттуда уже идти морское развитие создавать через берингов пролив может быть попасть евразию и там уже наводить порядке ганди по-прежнему беден ну неудивительно все деньги уже нам отдал производства никакого расширения никакого он замер фактически безвозвратно так у нас смотрите сбоку великие люди там тоже но пока создадим не знаю что создать оружейную дает плюс 15 7 юнитом да как бы нет такой нужды особо в этой оружейной уберем капитал или нет или пускай пока капитал стоит и тут с капитал и тут капитал плюс 20 золота это хорошо конечно же но Но нужно прогрессировать Нужно прогрессировать, особенно в Вавилоне И как мы в Вавилоне можем прогрессировать Это, наверное, все же построить какую-то оружейную Пускай она, капитал капиталом Смотрите сразу, как плюс 13 золота было, плюс 20 Сейчас плюс 13 Капитал в Вавилоне у нас дает очень нехило Продвигаемся сюда К границам вражеского города И продолжаем ход У нас два великих полководца А крепостей-то основывать и негде Вот что интересно И да, мы видим, что вот эти вот классификации Это дикость, варварство, цивилизация Даже если ее принять Она никак не касается поступательного развития Потому что разные цивилизации Они, как мы помним по Арнольду Тойбе Они замерзшие из цивилизаций Те, которые остановились в развитии Есть те, которые не прогрессируют И, в общем-то, есть те, которые В первобытном виде еще и до нас до сих пор дошли Неразвившиеся Вот такой вот момент Пираты уже и моря, океаны осваивают Ого, а тут варваров нехило Так, нужно срочно какие-то войска оттуда гнать Иначе, иначе, иначе Наши поселенцы Надо будет в Вавилоне вообще А, у нас есть войска Есть войска Да, их хватит Ладно, больше не будем создавать И так уже их много Пускай будет так Здесь почистили Значит, переводим Переводим к городку войска Я хочу надавить на город Чтобы он платил дань Попробовать, по крайней мере Чтобы он выплатил дань Мне кажется, нашего могущества Должно хватать? Мы уже тут вообще Единственный лидер Фактически на континенте Они должны согласиться с нами Что надо выплачивать дань Понятно, что уровень сложности Может влиять на степень Этого согласия Но, насколько я там читал Нужно подвезти близко войска Находящиеся вблизи И они помогут надавить Вот мы и попробуем это сделать Перед тем, как захватывать город Если они выплатят нам дань Хорошо, мы возьмем дань И все, окей Будем сотрудничать с ними Если же нет То придется Им объяснить Где раки зимуют Так, назад, назад, назад Это варварцы побьют В общем-то, мечников Поближе выводить нужно Так, требушеты Это все не нужны Требушеты Зачем нам? У нас есть меткие лучники Давайте еще метких лучников Создадим И туда поведем Чтобы быстрее с варварами Разобраться И чтобы они охраняли Наш новый город Мало ли что случится Все, вроде бы все походили К следующему ходу переходим Итак, мы выяснили По этим всем этапам Что, к сожалению Начинаем вести Более-менее Первобытный общинный строй Тот, который нам известен По крайней мере Лучше всего Уже после ледникового периода Он и до этого был Скорее всего Безусловно, развивался Безусловно Есть свидетельства Различные Археологические раскопки Но больше То, что нам известно Начинается Вот с того момента Когда закончился Последний ледниковый период Около 10 тысяч лет До нашей эры Такое вот Небольшое резюме Тогда уже люди Начали обживаться Оседать Разживаться Расти население Пошло И прогресс Стал очевиден И с тех пор Пожалуй По наш день Прогресс не прекращается Ну, как бы Слава Богу Надеемся, что так и будет И впредь Происходить Хотя ничего вечного Нет во вселенной Поэтому Увы Надеяться На поблажки Со стороны Объективной реальности Не стоит Стоит всегда Быть готовым К самому худшему Что только может быть Чтобы не оказаться В шкуре Условных Неандертальцев Хорошо, что мы можем Все строить Хозяйство у нас Полностью развито Порох Обращу ваше внимание У нас идет Скоро мы перейдем В ту эпоху Когда будем Валить врага С помощью С помощью пороха Оружия Да Я вижу там Аркебузиры Готовятся Какие-то С аркебузами Первые все-таки Аркебузы были Пороховыми Ну не первые А китайцы Порохом игрались Ой как давно Так Здесь Здесь нужно замену Произвести Нужно разобраться С варварами Боте Вообще Наплодили Такое количество Уже Отрядов Что становится Не по себе Так что На Ганде Мы не оставим Эти разборки Мы сами Займемся Ого Еще и два Вы видите Два отряда Копейщиков И захватили Причем Они Крестьян Рабочих Что здесь Построить Здесь Построим Мы Может Нанят Трибуше Для будущей осады Нет Так Затраты Хорошие Давайте Монумент Построим Почему бы и нет Все-таки С этого Мы начинаем Всегда Любой город Почему бы и нет А здесь До сих пор Нет Этого самого Монумента Варшава Варшава Что-то Как-то Где-то Агрессивный Статус Культурный Нейтральный Снова же Варшава Стоит на нашем пути К дальнейшему Продвижению Это очень плохо Давайте Давайте С Варшавой Да Я заключил Мирное Соглашение Так как Они были На стороне Ганди Начали Воевать Пообещать Защиту Что-ли Им Не знаю Сейчас Подведем Войска Снова же Я хочу Надавить На них Чтобы Не выплатили Даня Потом Посмотреть Что там Произойдет Дальше Как События Будут Развиваться И Соответственно Когда мы Входим В наш Период Истории Мы Подходим К Этой Периодизации Которая Принята До Этого Была Еще Начали Огонь Разводить Лук Изобрели В общем То Все Вот Эти Вещи Важные Гончарное Искусство Использование Металлов Различных Способы Хозяйствования На земле Благодаря Вот Этим Вот Всем Периодам И Изобретениям Ого Требушет Разрушили Ешь Ты Мое Надо Отводить Еще Один Город Обращен Ого Да Они К Вайлону Так Подберутся Друзья Это Как Жалко И у нас Не хватает Очков Веры Для того Чтобы А что Нам Нужно Миссионер Миссионер Нет Это Я так Понимаю Для Проповеди Другим Государством А Что Же Делать С Этой Религией Как Ее Остановить Храмы Храмы Строить Храмы Нужно Денисизма Строить Да Вот Это Незадача Блин Нифига Себе На Варшаю Тут Наплодили Они Войск Я Категорически Ошибся Учитывая Что Хотел Два Города Сразу Взять Никак Так Не Ого И Варваров Тут Подгреблось Немало Назад Поселенцев Иначе Сейчас Быстро Захватят Меняем Намечников Здесь Своим Делом Занимаемся Здесь Варваров Давайте Добьем Наконец-то А ну Польните По ним Да А сюда Подводим Войска Как обычно По поводу По поводу По поводу Да Периодизация То есть Периодизация Она Откуда Исходит От этих Наших Временов Исходит От Археологии То есть Как Раскопки Были Археологические Так Она Условно И Была Названа То есть Каменный Век И Дальше Идет Вообще Есть Такая Подробная Периодизация То есть Каменный Век Делится На Ранний Древний Каменный Век На Средний Древний каменный век, на поздний древний каменный век, потом просто на средний каменный, ну и пошло и поехало. То есть вот несколько этапов и периодов у первой вот этой вот подпериодизации. Однако нас интересует каменный век, бронзовый век и железный век. Три этапа таких основных, которые опять же характеризуются использованием соответственно различных инструментов и различных ресурсов для своего развития. Да, что-то разведчикам очень сильно не повезло. Надо быстренько мечников гнать сюда. Но мы прогрессируем. Я могу нас поздравить. Единственное, с населением у нас плохо. Грамотность тоже, конечно же, плохо. Грамотность что-то мне так подсказывает, что это касается и технического развития, грамотность. А в остальном, вроде бы, мы выползли. Вы помните, что с самого начала были фактически на последних местах, так как на Императоре дается врагам бонус, насколько я смотрел, читал. И из-за этого они быстрее развиваются. То есть нам нужно различными ухищрениями попробовать вырвать у них победу. Чем я и занимаюсь в последнее время. В Ганде, например, мы явно ее уже вырвали. То есть, бесспорно. Ого! Да вы смотрите, сколько их тут! Ладно, разведчиков дальше уберем. А этим ребятам придется столкнуться с нехилым сопротивлением перед тем, как они возьмут Варшаву. Есть еще периодизация определенная. Это советских уже ученых периодизация. Вообще, честно говоря, в те времена, в середине 20 века, были выработаны самые объективные критерии по оценке истории и всего этого дела. Несмотря, опять же, на пропаганду, несмотря на противостояние, как раз вот такая вот своеобразная конкуренция, она помогла уравновесить взаимный научный прогресс и выработать более-менее общепризнанные моменты. Ай, жалко. Убили разведчиков. Ну, сейчас Мечники вам покажут. И результатом этого, вернее, это было результатом кропотливого труда, работы. Хочу так обратить ваше внимание на науку сейчас, например, даже в странах СНГ, в России, например, в Украине, в основном. Что такое науку сейчас? Это зарабатывание бабла, получение взяток. Фактически никто толком не работает, никто толком не трудится. Ну, какие труды, какие открытия новые и так далее. Нет. В 90-е годы была забота о том, чтобы выжить. Понятно, о чем можно говорить, о каких трудах. Сейчас это больше забота. Вот, например, в России актуален патриотизм. Ради патриотизма государство делает заказ, проплачивает разным прошпандовкам. И они начинают разную халяльную, так сказать, ерунду создавать, которая выгодна государству. Ну, для того, чтобы настроить вокруг все враги, в общем, и все такое. В таком, как бы сказать, направлении все делается. Соответственно, что может это дать? Это ничего не может дать. Почему? Потому что ученые не работают. Они создают такие дебильные теории, типа вот рептилоидов или еще что-то. Петрики разные. Ну, вся вот эта херня. По-другому никак не скажешь. Потому что с наукой это не имеет ничего общего абсолютно. Во времена СССР ученые работали. Они пахали. Они всю жизнь. Вот чем 19-20 практически век отличаться? Тем, что люди могли всю жизнь 40, 50, 60 лет посвятить какому-то исследованию. Понимаете разницу? Когда человек, тупо сидя, блин, дома за компьютером, где-то википедии начитавшись и какой-то другой ерунды, создает для себя свою теорию в течение полугода. И другое дело, когда человек 40, 50 лет исследует один и тот же вопрос, он там в нем дока, он все знает, все моменты учел фактически, и то невозможно их учесть. И создает что-то действительно с фундаментом, с настоящим, что когда начинаешь его копать, и то, и то, можно проверить действительно и понять, что это так. Разницу чувствуете в этом? Эта разница действительно колоссальная. В наше время, несмотря на то, что информации в море, она доступна, этой информации в море именно из-за таких людей, которые на протяжении 19-20 века посвящали буквально полностью свою жизнь научным исследованиям. Вот где база зиждется и кроется. А изобретение нашего века, достижение нашего века, это всего лишь закономерный результат подготовки вот этих людей, людей, которые убивали свои жизни буквально, то есть они полностью отдавались этим моментам. Спасибо. Спасибо.